Зачем ты поперся в муниципальные контракты? Не валяй дурака, сейчас твоя судьба находится в твоих руках. У тебя ценили бывшую жену. Вот это вот это все, не будь. Облажался. Как козел отпущения. Что ты делаешь с городом? Мы бы тебя и раньше хлопнули. Почему этот коррупционер еще не в тюрьме? Ту-ту-ту. Сучи по деревяшке. Когда ты подлизывал? Ну мне сожгли машину, а тебе дали по голове. Ты вот вообще уже из Воскресенска сбежал фактически. Ванечку будешь? Всевоскресенское зло. Читайте, смотрите и комментируйте в воскресенск.ру Привет. Привет. Если в общем говорить, вот за последние 9 месяцев твоей жизни, вот как это можно кратко, емко описать? Вот что с тобой произошло? На «Ж» начинается, на «О» заканчивается. На самом деле, если говорить серьезно, то это некий кризис, который я переживаю в течение последних 8 месяцев, но уже 9 месяцев, поэтому ответом на твой вопрос будет слово «кризис». Это кризис непосредственно человека как личности или более городского, российского? Наверное, это все-таки кризис личности, потому что те цели, которые я ставил перед собой, оказались мнимыми целями. Те действия, которые я делал на благо города, на благо своей семьи, оказались никому не нужными и оказались фактически выброшенными на свалку истории, пускай даже в масштабе города. Действительно, я сейчас тоже переживаю кризис, потому что у меня происходит переосмысление всего того, что я делал раньше. Переосмысление тех же целей, переосмысление каких-то личностных характеристик, переосмысление тех задач, которые я ставил и которые надо было ставить перед собой. А самый большой кризис – это кризис личности. Те люди, которым я безмерно доверял, тех людей, которых я считал своими единомышленниками, людям, которым я поверил, сегодня фактически не то что отвернулись, а переиначили всю ситуацию на такой лад, что я стал фигурантом уголовного дела. Ясно. Знаешь, меня что еще интересует? Это очень, на самом деле, я думал об этом, как этот вопрос задать. И вот пришел, знаешь, к чему? Мы с тобой знакомы уже давно, а если быть точным, с 2004 года, когда мы еще с тобой вместе у Генкина занимались мобильными телефонами, ты был заместителем правой рукой, привозил эти телефоны, мы их продавали. У меня еще тогда, в 2004 году, когда я тебя первый раз увидел, ты выходишь из машины, вынешь эти телефоны мобильные, со всеми здороваешься. Знаешь, обо всей ситуации в городе, кто чем занимается, у меня сложилось такое впечатление, что ты человек такой, ну, ты перед тем, что ты сделаешь, ты это обдумываешь, анализируешь, и понимаешь, какие твои шаги могут, какие последствия они могут привести. Вот. И вот на основе этого у меня вопрос такой, вот как так получилось все-таки, как вот, зная, что ты вот именно такой, что ты шаг влево, шаг вправо не сделаешь, сначала подумаешь, как ты оказался в этой ситуации, когда у тебя уголовное преследование, ты стал фигурантом уголовного дела, во-вторых, так сказать, не просто уголовное дело, а тебе пригрозили, что ты уедешь в Каширу, больше оттуда не вернешься. Вот это же, на самом деле, между этим событием, да, и тем, где ты был на той точке развития, это очень, ну, пропасть, да, то есть очень большое растяние. Вот как ты к этому пришел? Как так получилось? Ты же взрослый человек, как так вот ты принимал решение, что именно так случилось? Из-за чего это? Ну, так как мы с тобой знакомы давно, то ты не дашь мне соврать, когда я отвечу, что я никогда не отходил от своих целей и от своих задач, и всегда двигался прямолинейно, может быть, где-то чересчур прямолинейно, где-то надо было искать, как сейчас говорят, консенсус, да. То, что случилось, это обыкновенное человеческое предательство. Предательство. Это самое низменное качество человека, которое может быть, это предательство, это удар в спину. Поэтому вины никакой за собой я не чувствую. Состава преступления в моих деяниях нету, но есть состав преступления в действиях тех лиц, которые написали на меня заявление. Поэтому, отвечая на твой вопрос, отвечу просто. Это предательство. Вот именно человеческое предательство и привело к тому, что сейчас со мной происходит. То есть, можно сказать, что ты просто положился на этих людей и выдвигался, с учетом того, что тебя прикроют, закроют, где-то что-то подскажут, и в итоге это все так обернулось вот тем, что есть. Нет, совсем не так. Я не думал, что меня кто-то где-то будет прикрывать, потому что прикрывать нечего. Возможно, я прикрывал чьи-то преступления или чьи-то недоработки. Чтобы пояснить свои слова, надо вернуться немножко назад, в 2013 год, когда начинал строиться этот детский садик. Мы сейчас к этому подробно немножко вернемся. Тогда отвечая на твой вопрос, что я не рассчитывал ни на чье покрывательство, укрывательство или защиту, потому что в этом не было нужды. В моих действиях и в моих поступках не было никакого ни состава преступления, ни каких-либо противоправных действий. Понятно. Вот сейчас тоже, чтобы долго это не разворачивать, чтобы, так сказать, наши телезрители были в курсе, вот есть ли в общих чертах к хронологии событий. Вот с 2013 года, прям вот что произошло год за годом, что произошло конкретно, который привел к этот контракт? В 2013 году объявляется аукцион на строительство детского сада на 250 мест по улице Рабочий. Воскресенский. Да, Воскресенский. Победителем данного аукциона является Егорьевская организация ЗАО «УКС». В 2015 году этот контрагент прекращает все работы на данном объекте, получив деньги за работы которые он не выполнил на данном объекте. То есть существует и документально доказано, что первоначальный подрядчик ЗАО «УКС» предоставил в администрации Воскресенского муниципального района документы, а именно справки о выполненных работах и справки о стоимости выполненных работ на те виды работ, которые он не выполнил. Администрация эти документы приняла и оплатила. После этого администрация разрывает договор с ЗАО «УКС» и объявляется новый аукцион на достройку уже этого детского сада. Он объявляется в 2015 году, где-то осенью, со сроком сдачи объекта 31 декабря 2015 год. Победителем выходит московская организация «Мегаполис-1». В 31 декабря, когда садик должен был быть сдан, он не сдан, потому что проектной документацией выявлены просчеты, выявлены такие вещи, которые необходимо было сделать, но первоначальный проект были не включены. Объявляются аукционы на эти виды работ, на дополнительные виды работ. По двум аукционам я становлюсь победителем, в трех аукционах победителем становится первоначальный генподрядчик «Мегаполис-1». И, соответственно, вся хронология событий. Откуда растут ноги? Как я уже сказал, что первоначальный подрядчик предоставил документы и получил деньги за работы, которые он не выполнил. Второй подрядчик, когда выходит уже на достройку детского сада, обнаруживает этот факт. что по документам фасад, например, уже сделан, а по физике он не сделан. Генподрядчик задает вопрос руководству нашей администрации и говорит, как же так, что вы по документам уже все провели и деньги на это выделили, а делать это необходимо. Руководство нашей администрации дает ему рекомендации это сделать за собственные средства, за собственный счет, а потом... Второй подрядчик это вот как раз... Второй подрядчик это мегаполис, да. А уже потом как-нибудь, где-нибудь с помощью каких-то там махинаций, скорее всего, администрация обещает оплатить деньги за те работы, которые он будет выполнять, которые ранее уже по документам выполнены и оплачены. генподрядчик мегаполис не может не доверять, как он пишет в своих показаниях, руководителю администрации, руководителю МКУ УКС в том, что работы, выполненные им без договора, впоследствии будут оплачены. Почему он не может не доверять? Потому что перед ним представители власти. Мы так воспитаны, что слово представителя власти для нас не то, что закон, а этому слову принято верить. Соответственно, генподрядчик поверил этим обещаниям и приступил к работе. То есть, фактически, он выполнял работу, которая ранее была, еще раз повторю, принята, оплачена, но не выполнена. Как считаешь, это единичный случай или так всегда происходит? Я не могу сказать про массовость таких ситуаций, но я с такими ситуациями сталкивался, когда приходилось доделывать те работы, которые ранее были сделаны, вернее, были поданы и документально оформлены как сделаны, оплачены, но по факту не сделаны. Или сделаны не в полном объеме, или сделаны с нарушением качества и технологий. Соответственно, этот генподрядчик мегаполис тратит свои деньги, доделывая недочеты предыдущего генподрядчика и выходит на конец своего муниципального контракта фактически без денег. Без денег и с незавершенным объектом строительства. возможно здесь кроется злой умысел администрации нашего района, которая пыталась чужими руками, в данном случае руками этого генподрядчика закрыть дырки предыдущей администрации. Почему, как я считаю, после того, как руководитель администрации получил точные данные о том, что на данном объекте строительства произошла такая ситуация. Он должен был остановить стройку, провести аудит и дальше уже принимать согласно закону, согласно аукционной документации какие-то действия, которые бы не противоречили как раз закону. Но перед руководителем стояла задача как можно быстрее этот садик достроить и его сдать. Об этом руководитель администрации Виталий Юрьевич Чехов прямо и говорит, что стояла задача доделать этот садик и сдать его, потому что садик... Это сверху, да? Ну, потому что да, садик стоит на контроле у губернатора и губернатор сказал надо. Поэтому здесь была поставлена задача и цель сдать садик. Какими способами, какими путями никого не волновало. Да, были обещания. Все поверили этим обещаниям. Мы, коммерсанты, понимаем, что иногда мы идем на риск. В данном случае, как я считаю, генподрядчик в лице директора мегаполиса пошел на риск, поверив обещаниям. Но данные обещания, как я считаю, ни руководители администрации Чехов, ни руководители МКУ УКС Рулев и не собирались исполнять. Ладно. А потом, вот что было? Потом объявляется пять аукционов на дополнительные виды работ. Они никак не связаны с первоначальным контрактом. Еще раз поясню, что при строительстве, вернее, при достройке выяснилось, что необходимо провести еще ряд работ, которые не были предусмотрены первоначальным проектом, первоначальной сметой. Поэтому эти работы были осмечены, эти работы были задефектованы и МКУ УКС объявляют пять аукционов именно на эти виды работ. Да, часть работ выполнялась уже на тот момент, когда конкурсная комиссия выставляла данные работы на электронный аукцион. Это уже нарушение 44-го федерального закона. Нельзя объявлять аукционы на те виды работ, которые уже выполнены или находятся в стадии выполнения. Объясню, почему. Та же самая ситуация с нашим садиком. Как все было, когда руководитель говорит, что надо выполнить вот эти, вернее, ему говорят, что Виталию Викторовичу пропущены вот эти виды работ, что будем делать? Это все есть в материал уголовного дела. Он говорит, надо выполнять, потом порешаем. Коммерсант парень рисковый, он идет на риск, взвешивает все свои за и против, говорит, я согласен, без договора, без контракта, безо на пустом энтузиазме, на каких-то обещаниях, он начинает выполнять эти работы. Где гарантия того, что потом при объявлении этого аукциона победителем этого аукциона будет именно тот, кто выполняет эти работы? Как ты считаешь, есть такая гарантия? Ну вот, где гарантия, да? Зачем это подписываться, если гарантии нет? Гарантий никаких нет, потому что аукцион открытый, туда может выйти кто угодно, а в связи с тем, что сейчас не только Московская область и Владивосток, Воронеж, Ростов, да, что сейчас несмотря на наш телевизор мы все понимаем, что экономика находится не в самом приподнятом настроении, то соответственно люди голодные, люди ищут работу, поэтому даже в Московской области люди могут работать как ты говоришь, из Владивостока, из Мурманска, да откуда угодно, поэтому гарантий никаких, что именно ты будешь победителем нет, но опять же в материалах уголовного дела есть показания, я не буду назвать фамилии, потому что не дай бог меня потом не обвинили в чем-то, есть показания, в которых люди прямым текстом говорят, что нам обещали оплатить эти работы после того, как будут заключены муниципальные контракты с определенным поставщиком, понимаешь, что это? То есть это же заранее такое? должностное лицо говорит, ты выполняй работу, мы потом проведем аукцион таким образом, что ты будешь победителем. А так априори сделать гарантированно не получается. Ну, я тебе скажу так, вот недавно Владимир Владимирович выступал на госассамблее, как раз речь шла о контрактной системе, о закупках, о антимонопольном законодательстве. На самом деле все это сделать можно, и я, если ты помнишь, неоднократно писал об этом, как это делается. Скорее всего, здесь есть два момента. Момент первый, что я сейчас высказываю свои предположения. Скорее всего, скорее всего, должностные лица, которые отвечают за конкурсную документацию, за проведение электронных аукционов, собирались сделать и провести электронный аукцион таким образом, чтобы победителем стал определенный контрагент. Это первый момент. Второй момент. Опять же, как я думаю, мое оценочное мнение, что должностные лица не собирались этого делать, а просто обещали людям, что мы это сделаем, мы это проведем. Я не юрист. То есть, ты хочешь сказать, что они уже задумывали кинуть всех, я так понимаю? Я не юрист, но за 9 месяцев вот этого кризиса я стал немножко в теме разбираться. Да, стал немножко разбираться. Поэтому здесь я вижу, я вижу состав преступления. Это покушение на мошенничество. Когда должностное лицо обещает заведомо то, что оно не может исполнить. И должностные лица потом пишут в своих объяснениях, что мы не могли этого обещать, потому что мы не можем организовать аукцион таким образом, чтобы победителем была именно эта компания. Но потерпевшие, которых здесь двое и один свидетель, пишут все как один, черным по белому, что нам было обещано. Могу даже зачитать, взял с собой документы. Да я вижу, да. Вот, что нам было обещано. Я не думаю, что они договаривались или они вступили в какой-то сговор, чтобы оговорить наших доблестных должностных лиц. Скорее всего, так и было. Но, повторюсь, два момента. Или никто не собирался этого делать, или у них что-то пошло не так. Вот и все. Что мы имеем в результате? Потом, что было, да, цепочка. Что мы имеем в результате? Объявлены аукционы, в двух аукционах победитель я, в трех аукционах победитель как раз тот генподрядчик, который и работал на данном объекте. Соответственно, после того, как я увидел протокол подведения итогов электронного аукциона, я поехал уже на этот детский сад, предо мной явился объект незавершенного строительства, как я везде пишу, который, как я потом узнал, должен был быть сдан аж два месяца назад. Естественно, когда я там появился, у генподрядчика и у людей, у подрядчиков, которые там работали, глаза стали квадратными, и вопрос был один, как же так я стал победителем в этих аукционах, если победителем должен был быть другой. И это было обещано. Скажу не в свое оправдание, а чтобы люди понимали, что на аукционы вышло до восьми участников. Если бы на аукцион вышел один или два участника, можно было бы в чем-то заподозрить кого-то. Но когда выходит восемь участников... Восемь разных, между собой не аффилированных, нет там единых штабований. квартиры, телефоны. То есть аукционы были настолько открытыми, настолько прозрачными, что только ленивый, наверное, как бы не пошел, не стал участвовать. Ну а победителем признается тот, кто даст меньшую цену или предложит лучший материал. Понятно, выиграл. Выиграл. Пришел на объект. Меня сразу окружила вот эта толпа из генподрядчика, из подрядчиков, которые там работали. Причем... В том числе телемонтаж, Макеев. и покойный Семин. У всех был просто вопрос в глазах, как же так? Давай деньги, да, они тебе говорят? Да нет, но на самом деле давай деньги вопрос стоял уже потом. Сначала у всех был вопрос, как же так? Нам же обещали, а ты-то здесь как? Ну, ребята, я не знаю, с кем вы там договаривались, идите, задавайте вопросы. А ты ни с кем не договорился? Я ни с кем не договорился. И один из участников процесса, он так и пишет, что я сейчас даже зачитаю, вы уж меня как бы извините. В свою очередь, Рулев сообщил о том, что работы будут оплачены после проведения конкурсных процедур, в ходе которых генеральным подрядчикам будет определен ООО СК Мегаполис-1. Это официальный документ. Дальше. Я, как руководитель фирмы, без заключения соответствующего договора или контракта, поскольку руководитель МКУ УКС Рулев и руководитель администрации Воскресенского района Чехов заверили, что все выполненные мною работы будут оплачены. То есть, понимаешь, о чем речь? Я понимаю. Должностные лица сказали, ты делай, мы тебе потом оплатим. Итак, мы возвращаемся к тому, тот вопрос, который ты задал. Люди окружили. Да, люди окружили. Окружили люди. У всех был вот этот вопрос, как же так? И самый главный вопрос был у генподрядчика у Мегаполиса-1, у директора, у доценки Сергея Николаевича. Как же так? Ну, ребят, открытый аукцион, кто первый, того и тапки. Еще приведу слова из официального документа. Я стал, не я, и это я читаю, я стал созваниваться с Рулевым и предъявил ему претензии о намеренном уменьшении суммы договора, на что Рулев сообщил, что это незаконно, так как это аукцион, который предусматривает падение цены. Я в тот же день, сразу после проведения аукциона, приехал на рабочее место к Рулеву и рассказал о данном факте и предъявил претензии. Затем, по просьбе Рулева, я вместе с ним проехал в администрацию Воскресенского района к заместителю главы администрации района Сорокину. Я поинтересовался, как я смогу получить разницу для оплаты работ субподрядчиком, на что Сорокин и Рулев предложили мне обратиться с данным вопросом к руководителю администрации Чехова. Я, созвонившись с ним по телефону, договорился о личной встрече, после чего сразу же встретился с Чеховым в его рабочем кабинете в здании администрации. И Чехов, выслушав меня, сообщил на данный вопрос, что это не в его компетенции. Это к вопросу о нашем руководителе администрации Виталию Викторовичу Чехову. Это очень все, вот это уже так, это все сложно, показания. Вот хронологическая цепочка, которая привела к аресту. Вот. Четко. Чтобы зритель понимал, почему, почему произошел арест, я и рассказываю довольно-таки подробно, потому что все, то, что сейчас я тебе сказал, это имеет непосредственное влияние на это на все. После того, как я пришел на объект, мне было сказано, слушай, парень, мы тут уже работаем, и мы уже там часть работы даже какую-то выполнили, нам осталось там доделать. Как ты вообще здесь оказался, мы не понимаем. Поэтому, ты знаешь что, ты заключи с нами договора субподряда, напрямую, тебе делать ничего не надо. Ты заключи с нами договора и оплатишь нам выполненную работу. Деньги падают тебе на рассчетный счет, а ты с ними просто... Я с ними рассчитываюсь. Ну, когда мне это говорят коммерсанты, такие же, как я, я такие фразы воспринимаю, конечно, с осторожностью. Как так? Какие-то работы вы там уже выполнили. Ребят, только что аукцион разыгрался, а вы мне говорите, что вы там уже работаете, какие-то работы вы эти, которые вошли в аукцион, уже выполнили. Я обратился к Рулеву. Рулев говорит, да, действительно, так сложилось, так случилось, у нас сроки, у нас Воробьев, у нас надо сдавать, поэтому, да, часть работы они уже выполнили, заключиты с ними договора субаренды, ой, субподряда. Субподряда. У Рулева есть свой руководитель. Соответственно, я стал встречаться с Виталием Викторовичем Чеховым и рассказал ему о том, что я там услышал и увидел, что Виталий Викторович, как же так? Он мне заверил, он говорит, да, действительно, имеет место быть, сей факт, поэтому, да, заключи с ними договора субподряда, но, так как генподрядчик в лице директора Мегаполис-1 не исполняет свои обязанности по первоначальному контракту, поэтому ты еще доделай ту работу, которую он не сделал. То есть, я должен был начал делать за свои средства, потому что никто мне ничего не оплачивал, за свои средства, за свой счет я начал делать ту работу, которую должен был делать генеральный подрядчик Мегаполис-1 и который, судя по всему, на тот момент уже деньги за эту работу получил, если верить официальным документам. Это и обустройство фасада, это... Понятно, работу выполнил? Всю выполнил. Деньги контрагентам перечислил? Все деньги контрагентам я перечислил. У нас было много совещаний, каждый день фактически они проводились на рабочем... Это знаменитое видео с Макеевым, где он говорит Боричевский, ГАТ, Лечкина... Сейчас я к этому вернусь, подожди. Значит, на одном из этих совещаний мы выработали порядок взаимодействия, порядок оплаты всех работ. Я заключаю договор субподряда с генеральным подрядчиком в лице директора Мегаполис-1. Почему? Потому что он на тот момент являлся генподрядчиком. У этого генподрядчика были договора субподряда и с телемонтажом, и с инстроем, и с другими организациями. Поэтому логичней и правильней мы посчитали все вместе причем, что я заключаю договор субподряда с Мегаполисом, Мегаполис уже расплачивается со своими субподрядчиками. Почему? Потому что у него с ними заключены договора ранее на эти виды работ. Всех эта ситуация устроила. Потом у меня была встреча с Женей Макеевым, это директор телемонтаж. Почему я ее называю Женей Макеевым? Потому что мы с ним знакомы уже сто лет. И отношения у нас всегда были прекрасные, и никогда мы не ругались, не ссорились. Он публично предъявил претензии денежного характера. Ты можешь выслушать. Ну давай. Вот. Женя мне говорит, что Игорь, слушай, реально нужны деньги. Вот эту работу выполняю я, и выполнял я, которые вошли в твою аукционную документацию. Можешь ли ты заключить со мной хотя бы один договор, для того, чтобы я получил деньги, рассчиталось по зарплате, по налогам, еще что-то. Я говорю, могу. Мы обговорили этот вопрос с генеральным подрядчиком, с Мегаполисом, и я сказал, что часть работы я оплачу напрямую на телемонтаж. Я это и сделал. Оплатил. У меня есть один договор субподряда с телемонтажом, который я выполнил на 100%. Платежка, все ушло, да? Двумя платежами. У меня есть договор, подписанный с двух сторон, акты выполненных работ, платежные поручения. Все остальные деньги я оплатил генеральному подрядчику Мегаполис-1. Вот то, что он оплатил дальше, или не оплатил. Это не моя финансово-хозяйственная деятельность. Это его. Но вы об этой цепочке все договорились. Абсолютно. Все об этом знали. И знал об этом и Рулев даже знал, и представители УКСа об этом знали, и Чехов об этом знал. Об этом знали все, что я заключаю договор с подрядом с Мегаполисом, Мегаполис оплачивает как бы дальше. Что случилось потом? Да. Что случилось потом? Работы были выполнены все. Я выполнил работы, которые мне лично давал указания Виталий Викторович Чехов. Мы ходили вместе с ним по стройплощадке, не вдвоем, причем там целая свита была. Он мне показывал пальцем, надо сделать это, надо сделать то, здесь не доделано это, здесь надо сделать. То есть, у меня есть целый перечень работ, которые я выполнял. Выполнено все. Перевыполнено, я даже могу сказать. Добросовестно. Абсолютно добросовестно. Мало того, что мы даже переделывали, опять же, за свой счет, те огрехи, которые были сделаны как первым генподрядчиком, так и вторым генподрядчиком. Мы переделывали даже виды работы. То есть, все для детей, чтобы не отмазать, чтобы дети ходили в садик. Сейчас люди будут смотреть и говорить, вот Боречевский там себя выгораживает. Но на самом деле, да, мы делали это для детей. Действительно, для детей. Чтобы тепло было, чтобы видеонаблюдение было, чтобы безопасно было, да? Витя, я тебе так скажу. Когда я появился вообще там в детском саду, зрелище было ужасное. Внутри стены их перекрашивали несколько раз. И после последнего раза, как их перекрасили, все стены были в паутине. Где-то трещины, где-то подтеки. Я об этом даже и говорил, официально заявлял, что вот после того, как садик будет сдан, его надо закрывать на капитальный ремонт. Потому что вот качество работ, которые были выполнены, отделочные, они выполнялись в зимнее время при минусовых температурах, оно никуда не годится. Для детей никуда не годится. Вот. И сейчас я слышу, что говорят, да, очень много огрехов в детском саду и виноват Боречевский. Почему? Ну, потому что Боречевский в детском саду был. Такой вот козел отпущения, да? Как козел отпущения, да. Стрелочник. Что произошло дальше? Опять ты уходишь в сторону. Да. Вот. Заплатил. Что произошло дальше? Я свои обязательства все выполнил. У нас была встреча в кабинете у Рулева. После того, как Евгений Макеев, директор мегаполиса Сергей Доценко, Семин, директора Инстрой обратились и к Рулеву, и к Чехову с вопросом, как мы получим свои деньги за выполненные работы. Потому что Боречевский рассчитался с телемонтажом за один вид работ. Все остальное он перечислил мегаполису, а мегаполис нам не платит. Не платит. Виталий Викторович сделал удивительную мину и сказал, что, друзья, вы коммерсанты, вы сами с собой разберетесь. То есть, он фактически отстранился. Вот эту его фразу слышали все, что вы коммерсанты, вы там сами разберетесь. Макеев слышал? Я думаю, что да. Слышал. Вот. Что происходит потом? Мы собираем совещание в кабинете Урлева. Потому что ситуация взрывоопасная. Макеев выполнил действительно добросовестно выполнил работу, за которую он не получил деньги. Действительно это так. Мегаполис получил деньги. За эту работу, которую должен перечислить. Да. Но он рассчитывал, что получит денег больше от меня. Ага. Но как он может от меня получить денег больше, если я ограничен ценой аукционов? То есть, он эти деньги просто там по своим как-то нужно. Я не знаю. Давай не будем. Это его финансово-хозяйственная деятельность. Что он там делал с этими деньгами? Обвинение телементажа от тебя. Подожди. После того, как Виталий Викторович сказал, что вы там коммерсанты идите сами разбирайтесь, мы пошли разбираться сами. В кабинет Крулеву. Знаменитая эта встреча. Она записана на видео. Я ее сам лично записывал. Всех предупредил. Сказал, что друзья, я буду ее писать, чтобы потом ни у кого не было результатом этой встречи не буду ее все рассказывать. Результатом этой встречи было то, что мы договорились к Боричевскому ни у кого из участников данной встречи претензий нет. Ни у Жени Макеева, ни у Семина, ни у Мегаполиса, ни тем более ни у Рулева, ни у Чехова. Претензии есть к директору Мегаполиса, который на тот момент не подписывал акты выполненных работ между ним и телемонтажом. Для чего этот нужен акт выполненных работ? Если он подписан, то, соответственно, директор телемонтажа спокоен и уверен, что у него есть подписанный документ и в случае чего он пойдет в арбитражный суд и будет через суд требовать оплату за выполненные им работы. Результатом этой встречи было, во-первых, это отсутствие претензий ко мне и то, что директор Мегаполиса подпишет эти акты выполненных работ в пользу телемонтажа и речь не шла, что он завтра заплатит эти деньги, а по возможности начнет эти деньги выплачивать, потому что с этим садиком попали все, реально попали все. Вот на этой ноте мы пожали все друг другу руки и все разошлись. Что потом происходило между участниками этой встречи, я не знаю, потому что я свою работу сделал, все сдал, и дальше я уже в этом не участвовал. Потом появляется вот это, да, знаменитое видео, где Женя в стенах своей организации при сотрудниках телемонтажа и при участии сотрудника МКУ обсуждая эту ситуацию, что вот как же так, я работу выполнил, а деньги получил Боричевский. Поэтому Боричевский меня кинул и как-то сказал эту фамилию. Почему это видео было записано после вашей договоренности? Что случилось в голове, в договоренности? Я думаю, что скорее всего директор мегаполиса просто не выполнил свои обязательства и не подписал эти акты выполненных работ. Почему Макеев на видео не говорит о мегаполисе? Про чем тогда Боричевский объясни мне? Я думаю, что этот вопрос надо задать именно Жене, а не мне. Потому что я не могу сказать. Я не знаю, как бы я поступил на его месте. Когда в работу выполняешь ты, а деньги получил другой, а ты остался без денег. Понял. По-твоему, обвинения просто несправедливы и необоснованы. Вот в этом плане. Я считаю, что обвинения ко мне необоснованы, несправедливы. Мало того, эти обвинения все рушатся о те доказательства, которые мы предоставили. А предоставили мы договора субподряда с его генподрядчиком и платежные поручения. У меня была очная ставка с Макеевым. Началась она крайне плохо. То есть наши адвокаты сцепились. Реально сцепились. А кто у тебя адвокат был? У меня и сейчас адвокат, прекрасный адвокат, Валентина Ивановна Дублина. Если кому-то нужен адвокат по юридическим вопросам, обращайтесь. Местная она, да? Нет, она не местная. А у него кто был адвокат? Огромный. Так вот, встреча началась очень взрывоопасно, реально на ножах. И потом в течение этой очной ставки, как мы поняли, что та сторона, сторона телемонтажа, только тогда узнала, что у меня есть официально подписанные договора субподряда с мегаполисом. И мало того, у меня есть платежные поручения, которые доказывают, что я все деньги по этим работам перечислил в мегаполис. Они думали, что их нет, да? Скорее всего, я не могу сказать за Евгения. Скорее всего, он думал, что я эти деньги не перечислял, а оставил их себе. Но во время очной ставки мы предъявили, и это есть все в материалах уголовного дела, выписки с банковского счета, договора, платежки, электронная переписка заверенного нотариуса. То есть, есть все документы. Я думаю, что именно в тот момент Женя понял, что... Облажался. Нет, он понял, что не я виноват, а виноват именно мегаполис. Не будем говорить, кто облажался. Облажалась администрация. Получается, он добросовестно заблуждался. Наверное, так будет сказать. Ну ладно, вот дальше что было? Очная ставка, это все понял. Вот видео это записано. Дальше что было? Мы немножко перепрыгнули. Дальше после видео или дальше после очной ставки? После видео. А, ну после видео... События, которые привели к домашнему аресту. Значит, сейчас я буду говорить свои предположения. Давай. Что было потом? Почему я всегда говорил на каждом суде, что это дело политическое? И политически сфабрикованное. Почему я так отчетливо и долго говорил про поведение Виталия Викторовича Чехова? И почему вокруг него все это крутится? У меня есть друг. Близкий друг это Виталий Лощенов. Угу. Который на Совете депутатов в конце 16-го года, да, или 17-го? Ну, а что за событие? Когда на Совете депутатов его выбрали главой городского поселения Воскресенск. Но это начало 16-го года? Это начало 17-го. 17-го, да, да. 17-го года, да. Он мой близкий друг. Все об этом знают, что мы с ним дружим. Виталий очень многих в этом городе не устраивает. И не устраивает своей жесткой позиции. Не устраивает своей прямолинейностью, своим характером, своей харизмой. Когда он стал главой городского поселения, его задачей была, одна была задача, это вытащить город из той ямы, в которой он оказался. И в которой он не то, что оказался, а пребывал в последнее время. В связи с этим он принимал кардинальные шаги. Он делал кардинальные шаги для искоренения всей той черни, которая была накоплена годами. и которая мешала развитию нашего города. А вот ты считаешь, что вот эти хирургические вмешательства, вот есть система, есть порядок жизни, он может быть применен в таком маленьком муниципальном городе? Хирургические вмешательства это к врачу. У нас есть врач, ты его знаешь, почетный гражданин города. По поводу хирургии это к нему. Это обрадно про кардинальные изменения. А как иначе? Невозможно, вот я считаю, что в данном случае невозможно идти как-то поступательно. Здесь надо просто резать на корню. Просто на корню. Это выразилось в кадровых назначениях. Да. Сейчас я выражаю свои предположения, что было, потому что я доподлинно не знаю и говорить утвердительно я не буду на сегодняшний день. Некоторые кадровые назначения, которые проводил Виталий, очень не понравились некоторым силовикам и тем, кто считал, что город это их некий кошелек, некий бизнес. Бизнес ООО Воскресенск. Естественно, после этого на Виталию пошли накаты. Серьезные накаты и об этом мне кажется из каждого утюга в городе было слышно. Ну, слышали, что он якобы поставит своих и они будут воровать. вот такой вы, да, то есть что они будут воровать? Он говорит, почему сразу воровать? Мы у нее работать? Вот еще раз, возвращаясь к первоначальному, я в этом человеке уверен на сто процентов. Я его знаю очень давно. Не в его правилах воровать. У него здесь семья, дети, он живет в этом городе, он никуда не собирается уезжать, у него нету вида на жительство, у него нету какой-то там недвижимости за рубежом. Свинофермы в Коломне у него нету? Свинофермы? Слушай, не знаю, да, возможно, нету. Мало того, у него нету даже никакой недвижимости где-то там на побережьях. Поэтому я ему верю, я в нем уверен. Но ряд сил почему-то, как ты сказал, были уверены, что да нет, он сейчас придет, начнет воровать, сейчас поставит своих людей и все завернет как бы в свой карман. И стали доноситься такие слова, что сейчас мы начнем долбить по окружению Лощеного. Первый удар был нанесен по его отцу, по Ивану Горычу, который возглавлял кадетскую школу и реально при нем эта кадетская школа начала, как я считаю, возрождаться. Второй удар был нанесен по мне. Что с ним сделали? Его уволили? Его уволили, да. Второй удар был нанесен по мне. И забегая немножко вперед, когда ко мне в камеру зашел начальник полиции матросов, это мы потом это все обсудим. Хорошо. Второй удар был нанесен по мне. 5 июля при личном составе и при проверяющем из московского главка начальник полиции матросов сказал, что при всех представляешь в администрации говорит, слушайте, а долго еще Боричевский будет ходить на свободе? Почему этот коррупционер еще не в тюрьме? 7 числа заводится уголовное дело и 11 числа в 6... Через два дня, да, получается? Да, и 11 числа в 6.40 раздается звонок в дверь. Оперативники, понятые, 6 обысков у меня квартира, машина, офисы, офис моей супруги, юридический адрес и в этот же день меня задерживают на основании 91 статьи и помещают в изолятор временного содержания и 12 числа, то есть это 11, с 11 на 12, фактически 12 числа меня вызывают, ну, открывается дверь, меня вызывают конвойные и заводят в дежурные помещения, там, где сидят сами конвойные и следят за поведением... Ты говоришь, что это дежурная часть? Что? Ты говорила ранее, что тут дежурная часть была. Изолятор находится в дежурной части, просто, чтобы не дай бог тебе это узнать. Вот, меня выводят... Пу-пу-пу. Сучи по деревяшке. Вот, меня выводят в это помещение служебное и там сидит передо мной сидит Сергей Викторович Матросов, начальник воскресенской полиции. Он улыбался или так, как-то сидит. Да, он так вел себя по-дружески, как будто мы с ним давно знакомы. Первая его фраза была «Ну вот и свиделись». Предложил мне закурить. Удивился, что я не курю, сказал, что я еще научусь. Вторая фраза его была. Он говорит «Я надеюсь, ты понимаешь, куда ты попал». Я говорю, что туда понимаю. Далее он мне сказал, что сейчас я говорю дословно и за свои слова я могу ответить. И все, что я сейчас скажу, мной поданы заявления соответствующие. Дальше Сергей Викторович Матросов, начальник воскресенской полиции, говорит мне, что лично я ему не интересен. Что я какой-то коррупционер, черная касса администрации, что я перепутал личный карман с карманом, с бюджетом. Он говорит «Ты мне не интересен, мне интересен твой друг Клащенов. Напиши на него заявление и поедешь домой. Вот я тебе не обещаю, что тебя отпустят, но под домашний арест ты уйдешь. А если ты не напишешь на него заявление, то ты уедешь в Каширу. Будешь там находиться под нашим наблюдением, под нашим присмотром, и не факт, что ты оттуда вернешься живым». Небольшое уточнение для наших телезрителей. В Кашире находится следственный изолятор, знаменитый, для преступников Юго-Востока Московской области. Ты так улыбаешься, как будто ты там был уже. Нет, я просто знаю. Мне это было заявлено прям прямым текстом, что пиши заявление на Лощенова. Я ему говорю, слушайте, а что писать-то? Писать-то нечего. И я не напишу по двум причинам. Первая причина, что нечего писать, а вторая причина, он мой друг, как я, он говорит, да ладно, нечего, пиши, ты все знаешь. Я говорю, да я не знаю, расскажите мне тогда. Расскажите, что писать-то? Он говорит, все ты знаешь, типа, не валяй дурака, пиши, потому что сейчас твоя судьба находится в твоих руках. Подумай хорошо о своем будущем. Так и сказал слово судьба, да? Да. Это очень важно. Вот. Самое интересное, что Сергей Викторович мне признался, что он не является вообще инициатором всего того, что со мной происходит. И он даже не является инициатором вот этой встречи со мной. А он является неким парламентером от других людей, чья служба, как он сказал, называется на три буквы. Но это не слово, которое пишут на заборе. Вот прям дословно Сергей Викторович выразился о доблестных сотрудниках государственной безопасности. Естественно, я понимал, что дело серьезное и что действительно я здесь попал как кур в ощупь. То есть свои какие-то цели они хотят достичь путем запугивания или путем давления. в голове было смятение, испуг, страх. Видите, я тебе честно скажу, я не помню, что было. Я не могу тебе сказать страх или наоборот безрассудство какое-то. Естественно, доля страха, конечно, но ты представляешь, я в закрытом помещении. Лезлость от несправедливости от того, что все это происходит. Лезлость от несправедливости пришла потом. А в тот момент я думал, что это вообще как дурной сон. Сейчас все закончится. Просто такого не бывает. Это, знаешь, как это был сценарий какого-то второсортного романа или какого-то фильма «Жвачки», который показывают в прайм-тайм для домохозяев. Я понимал, что такого не бывает. Не может такого быть. Тем более со мной. Ладно бы я что-то украл. Ладно бы я убил кого-то или еще что-то. А меня же представили как вообще всевоскресенское зло. Это Боречевский. Он собрал все контракты в городе. Он весь золотой, пурпурный или еще какой-то. Это зло. А Лощенов его и еще хуже. И вот у них одна команда. И вот они там сейчас пилят город, пилят бюджет. Вот у них все одно. Они там сейчас... Ситуация была именно такая, что представили как реально вселенское зло, всевоскресенское зло. Разговор у нас с ним был на самом деле долгим. И закончился он словами Сергея Викторовича, что ты подумай, твоя судьба в твоих руках, срок тебе завтра до обеда, всего доброго, до свидания. Лично меня проводил до камеры. Безо что? Я удостоился... И закрыл дверь. Ну, дверь закрывали, наверное, специально обученные люди. Вот. Ты знаешь, я тебе скажу так. Вот как только закрылась дверь, я сразу начал писать заявление. А там есть ручка, да? Все это можно... Я сразу начал писать заявление, потому что знал, что сейчас придет ко мне мой защитник, потому что мы с ним договаривались, что он придет. Ну, вернее, я знал, что он придет, я не мог с ним договариваться, я просто знал. Вот. И естественно, ко мне пришел защитник. И он подтвердил тот факт того, что, да, его не пускали ко мне, потому что ему сказали, что у Боречевского находится начальник полиции матросов. А, то есть он вот ждал, пока вы с ним договорились? Он это ждал, он это видел, это зафиксировано на камеры, то есть это все есть. Я написал заявление, передал ему, и это заявление и моя защита, и дочь моя отправили во все инстанции. Дочка ходила на личный прием и в ФСБ, и в УСБ ФСБ, и в Главк, и в Следственный комитет, и в прокуратуру, где только не была. Она это все рассказывала. Чтобы хотя бы камеру взять, да, то есть посмотрите, так это или аудиозапись какая-то. Она мне тоже вот сказала, говорит, пап, ты представляешь, у меня такое ощущение, что я вот, я смотрю кино, такого не бывает. Мы с ней начали общаться, потому что суд все-таки меня выпустил под домашний арест. это был, наверное, первый момент, который меня обнадежил, что закон есть и закон работает. Меня выпустили под домашний арест, я мог общаться с членами своей семьи, и вот мне Лиза рассказывала, что пап, я вот чувствую, что это вот какое-то кино. Все эти заявления спускались вниз. К самому матросову. К самому матросову, да. Ты так очень тихо эту фамилию говоришь. Нет, это просто знаменитая бумажка «Я, матросов, просмотрел заявление на матросова». Это вообще так смешно. И, конечно, вот этим вот закономерным итогом стала вот эта бумага, вот этот официальный ответ от матросов, что «Я, матросов, получил ваше заявление на противоправное действие матросова, и я, матросов, вам отвечу». И подпись «Матросов». То есть, ну, шикарная бумага. Это дурдом просто какой-то. Почему дурдом? Это вот у нас так все устроено, что спускают как бы сверху вниз. Все наши жалобы, которые мы писали наверх, чтобы миновать Воскресенск, все возвращается в Воскресенск. Из Воскресенска идут отписки, что все нормально, факты не подтвердились. Вот то, что я сейчас сказал, я это говорил на каждом судебном заседании. Вот как ты считаешь, давай я тебе вопрос задам. В федеральном суде, который назначил Путин, да? Давай я тебе вопрос задам. Вот идет судебное заседание. И я говорю при всех, под протокол, при прокуроре, при судье, я говорю, вот ко мне в камеру пришел начальник полиции и оказал на меня давление. И сказал такие слова, которые я расцениваю как угрозу своей личной безопасности. Как ты считаешь, что должен сделать судья, когда услышал эти слова? Судья у нас руководство своей совести в первую очередь и, так сказать, справедливость, я даже не знаю, что он должен был, не был участником такого процесса, что он должен был сделать, как ты думаешь? Выпустить? Еще раз, вот как ты считаешь, я не говорю, как надо, я у тебя спрашиваю, как ты считаешь, что должен был сделать судья? Вызвать Матросова, допросить, было так или нет? Ну, примерно так. То есть, когда, как я считаю, судья или прокурор услышали о том, что из чьих-то уст идет обвинение должностного лица в преступлении, ну, как минимум, наверное, надо провести проверку. Как проводится проверка? Скорее всего, надо вызвать заявителя, то есть меня, и опросить, сказать, слушай, парень, ты вот тут заявил при всех, ты или сейчас клевещешь на уважаемого человека, поэтому ты сейчас ответишь за эти слова, или расскажи-ка нам, как все было, а мы сейчас проверим. Это было на четырех заседаниях. Продолжение не получило. То есть, никто меня никуда не вызывал, никто меня не опрашивал, ничего не было. То есть, вот как будто так и надо, как будто начальник полиции может заходить к любому в камеру, разговаривать с ним так, и ему за это ничего не будет. Возможно, есть такая категория злодеев, с которыми так и надо общаться. Может быть, даже и жестче. Но здесь все все прекрасно понимают. Поэтому, друзья, вы или проводите проверку, или обвините меня в клевете. Ничего этого сделано не было. Следующий вопрос. Читайте, что нет. Какой он враг? Возвращаясь к Чехову, это слабый человек. Хотя, от слабого человека всегда можно ожидать какой-то подлости. Вот одну подлость я уже от него получил. Враг он мне. Я не считаю его врагом. Он, просто он не рукопожатый человек. Матросов ходишь, штангут тягает в фитнес-клуб. Ты ходишь в фитнес-клуб. Вот так вот случайно вы встретитесь, так сказать, в бассейне или в моечной. Вот как ты поступишь? Что ты пристречу? Что такое моечная? Моечная? Ну, душ. В душу. Или в баню вот вы с ним встретитесь. Никак не поступлю. Просто сядешь молча и даже никакого разговора не будет. О чем мне с ним разговаривать? Как тебе видео с убегающим матросовым? Шикарное вообще. Шикарное. Это шикарное видео. И меня на самом деле забавит тот факт, что наш борец со свалками, правдоруб, Леша Холкин не дал продолжения всему этому. Я вообще, я удивлен. Ну, Сергей Викторович молодец, конечно. На шестом десятке у него прекрасная физическая форма, кстати. Да Холкин вообще конкретно. Да, да. Хотя, несмотря на то, что он курит. А кто такой Холкин? Леша. Просто Леша. Для меня Леша. Просто Леша Холкин. Читайте, смотрите и комментируйте воскресенск.ру Очень хотел спросить, у меня есть информация, ну, я знаю это, что вот когда ты почувствовал такой вот, что жареный, что сейчас может как-то вот пощипать. В этом месяце, за две недели ты хотел подать документы в наш избирком, чтобы зарегистрироваться на выборах, на доп. выборах в Совет Депутатов. Полагаю, что может быть статус зарегистрированного кандидата не позволит, я не говорю, словосиловики, я говорю, люди, наделенные силой и властью, как бы одуматься и не предпринимать. Ну, чтобы потом шумиха на федеральный уровень не, так сказать, выходила. Вот это так или нет? Ты пытался? Да, вот ты сейчас задал вопрос, ты в это сам искренне веришь? Я спрашиваю, это вот вопрос, а такое было? Было то, что я подал документы в избирательную комиссию, и я действительно хотел участвовать в выборах депутатов, в Совет Депутатов. Но это никоим образом не было связано с тем, что я, как ты говоришь, за две недели почувствовал жареное и там бла-бла-бла. Нет, конечно. Естественно, я хотел пройти в Совет Депутатов для того, чтобы и став депутатом влиять на жизнь города. Но никак это не было связано с тем, что, как ты говоришь, я что-то почувствовал как бы жареное. Сейчас мне удивительно слышать твои слова. Почему? Потому что Сергей Викторович Матросов в камере мне сказал то же самое. Почти слово в слово. Правда? Нет, я очистил. Вот. Он мне сказал буквально следующее. Он говорит, слушай, мы бы тебя и раньше хлопнули, но ты же там документы подал. А, вот так вот. Да, поэтому мы не знали, можно тебя там брать или нельзя. Оказывается, можно. Поэтому мы бы тебя еще раньше взяли. Вот так вот. Вот я на самом деле опять возвращаюсь немножко назад про осмысление всех этих действий. Я вот тебя знаю как успешного предпринимателя. У тебя были и Сабы, и Мерседесы. И как бы чего у тебя только не было. И фирма у тебя огромная по моим меркам. То есть много машин. То есть ты знаешь, как заработать на открытом рынке. В открытой экономике. Зачем ты поперся в муниципальные контракты, когда... Это же понятно. У нас в стране все, что связано с бюджетами, деньгами, это все огромный риск. Почему неужели ты не можешь сейчас найти способ, как заработать на открытом рынке? Или ты подумал, что там у тебя больше выгод? То есть почему ты не стал заниматься тем, чем ты занимался раньше? Занимался торговлей, каким-то еще поставками, продажами? Почему? Ну, давай я тебе отвечу так, что, во-первых, любой бизнес, он конечен. И то, чем я занимался раньше, те виды деятельности, пришли к своему логическому завершению. Это, ну, ты помнишь, сотовая связь. Это конъюнктура, когда в город пришли сетевики. 2007 год, когда все это... В город пришли сетевики и весь наш бизнес сдулся. Это можно смотреть по нашим, например, коммерсантам, кто занимается торговлей. До того, как пришли все эти сетевые магазины, все себя чувствовали прекрасно. Как пришли сетевики, все, все так же сдулись. Поэтому это некая конъюнктура, которая диктует свои законы. То есть, почему я сказал, что бизнес конечен? Придет такой же сетевик, который тебя задавит. Это первый момент. То есть, второй момент. Работать с бюджетом, с муниципальными заказами в своем регионе достаточно удобно. Почему? Потому что ты находишься, во-первых, у себя в регионе, ты находишься дома. Ты знаешь всю ситуацию, которая здесь у тебя происходит. Это первый момент. Второй момент. Здесь ты получаешь некую гарантию того, что ты будешь обеспечен работой. Опять же, если ты будешь участвовать, если ты будешь выигрывать эти аукционы, если с тобой будут заключать договора, то есть, если ты себя зарекомендуешь и проявишь с положительной стороны, то к тебе будут обращаться, с тобой будут работать. Поэтому я и работал на имя, я работал на имидж, я и работал так, чтобы показать себя именно с добросовестной стороны, чтобы люди ко мне обращались. Оно так и получилось. То есть, помимо вот этих муниципальных контрактов, у меня были и прямые договора, когда обращались те же учебные заведения и говорили, слушайте, мы вот знаем, вы там делали. Твоя родная 25-я школа. Моя родная 25-я школа, да. Причем часть работы выполнялась абсолютно безвозмездно, когда там какие-то аварийные ремонты. Это приятно. Грамоту тебе там целую выдавали. Спасибо большое с печати. Да, я всегда отказывался от таких вещей, но здесь уважаемый директор 25-й школы, она все-таки она заставила меня взять эту грамоту. Вот. Поэтому работать удобно, приятно. и опять же, без ложной скромности я тебе скажу, что задача-то была сделать город. Сделать для города хорошо. Я не понимаю, почему люди относятся к этому скептически. Ты же помнишь, мы с тобой это обсуждали, я всегда говорю, слушай, вот я хочу, чтобы мои родители шли по городу, им сказали, спасибо за сына, вот спасибо, что вот он такой. Это действительно так. Действительно, у меня здесь дети, у меня учится ребенок в школе, семья моя здесь живет, поэтому я не могу сделать плохо, я не могу кого-то кинуть, обмануть, или вот своровать, как вот здесь представлено в этом уголовном деле. Да, мне приятно здесь работать, да, нам не давали здесь работать местным предпринимателям, не давали работать в Воскресенске, и об этом, ты сам знаешь, было много публикаций, когда наши местные коммерсанты работали где угодно, кроме Воскресенска. А в Воскресенске работали кто угодно, но не Воскресенские предприниматели, как правило, Коломенские и Раменские. Нет, там дальше, там вот этот, Воронежская область, там вообще, я понял тебя, а вот такой, да, вопрос, ты сообщил, сказал, что ты считаешь, что Виталия Лощенова своим другом, да, как бы, ты надеешься, что он так же считает? Если бы я так, если бы я так не думал, то мы не были бы друзьями, наверное, потому что дружба это, это, как бы, взаимное чувство, это взаимное поведение, это, ну, это взаимность, поэтому, да, он мой друг, он мой близкий друг, я в нем уверен, на сто процентов, я уверен, и я хочу, чтобы он и меня считал своим другом. Скажи, как вы с ним познакомились? Это же на фоне коммерции было, правильно? Да, это реально на фоне коммерции, на фоне бизнеса мы с ним познакомились, и, ты знаешь, вот, на самом деле мы познакомились, кстати, вот, само наше знакомство подтверждает факт его порядочности. Ты помнишь, когда мы занимались сотовой связью? Да, конечно. У нас были магазины по всему городу, и Виталий открывал магазин сотовой связи «Ультра». Помнишь, такая розовая вывеска была? Он мне позвонился, что мы с ним, ну, раньше, привет-привет, вот, напротив Ледового дворца, был? Да, 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 вот, он мне позвонил, говорит, надо встретиться. Я с ним встречаюсь, он говорит, слушай, я открываю магазин сотовой связи. Я говорю, как будем делить рынок? Нет, я говорю, ты мне зачем позвонил-то, мы зачем с тобой встретились? Он говорит, ну, я просто считаю, что ты должен знать, что у тебя сейчас будет на рынке конкурент, потому что я буду работать напрямую, а ультра, это был федеральный сей, это был бренд федеральный. Я просто хотел тебе сказать, что вот я выхожу играть на твою поляну. Обычно как у нас происходит? Люди втихаря пытаются где-то чего-то там посмотреть, подсмотреть и сделать то же самое. Или наоборот. Как Балбеков. Вот. И, ну, например, да, вот, парикмахерская, да, люди набирают мастеров-парикмахеров, любой мастер набирает клиентуру. И потом сваливает. И в какой-то момент уходят на квартиру и начинают на квартире там стричь, брить там и прочее. Кстати, вот тебе тоже не помешало бы вот это вот. Я чешу, у меня все нормально. А здесь наоборот, понимаешь, то есть, меня человек предупредил, то есть, мне это реально было приятно. То есть, я этого не ожидал. Это, это на самом деле, был поступок человека, который вот, мне сказал, что я решил, вот, я хочу тебя предупредить. Поэтому, ну, предупредить, что я буду играть на твоей поляне. Шикарный поступок. Супер. Мне кажется, больше таких поступков от своего окружения я ни у кого не видел. Поэтому, вот, когда говорят, там, Ващенов такой, Ващенов секой. Сейчас же опять, вот, ты же следил, как его убирали из головы, там, лежали депутатство. На основе чего? Вот сейчас я начинаю вот это все смотреть, анализировать. Ребята, на основе чего вы его убрали? Что он вам плохого сделал? А на одном из советов депутатов почетный гражданин сказал, что Ващенов это зло для Воскресенского. В чем зло-то? Ну, покажи. Нет, ну, можно назвать фамилию Райхман Юрий Наумович. Вот он, я просто смотрю, я офигеваю. Он такой, говорит, что ты делаешь с городом? Тебя вот гнать нужно. Вот это прямая речь. А как так получается, что вот, так сказать, друг близкий становится главой городского поселения, и тут, как по мгновению палочки, такое волшебство, и его друг Боречевский начинает выиграть один за одним крупные такие вот контракты городские. Ты говоришь, что это конкурс, так далее, ну, какое-то такое совпадение. Как это можно понять? Ты заблуждаешься. Значит, и заблуждение твое или наивное, или наивное. Конкурсы на строительство, вернее, на капитальный ремонт, сейчас речь идет о капитальных ремонтах наших местных поликлиник, были заключены до того момента, как Виталий Лощенов стал главой городского поселения Воскресенск. И Виталий Лощенов никак не мог повлиять ни как депутат, ни как глава городского поселения. Он не мог повлиять на то... То есть ты заключил контракты до его избрания? Ну, если говорить хронологически, то, естественно, да. Поэтому об этом мне, кстати, тоже говорил Сергей Викторович, что вот ты там золотой подрядчик, у тебя там столько всего контрактов, вы там перепутали. Что перепутали? Те контракты, от которых все отказывались. Про дружбу вопрос. Почему тогда три года назад ты не выигрывал? Ты же мне говорил... Потому что три года назад я занимался другим бизнесом, и этот бизнес мне был интересен. Нет, так ты же мне говорил, что в этом городе невозможно ничего выиграть. Тут эта банда, вот эта вот там Слепцова, Калиникова, Квардакова, с ними нельзя иметь никаких дел. И тут твой друг становится головой города, и ты начинаешь вот быть в теме. Вот как это можно споставить? Ты немножко опять путаешь. Я тебе еще раз объясняю. Я говорю то, что я знаю. Ну, значит, ты заблуждаешься. Контракты, которые были мной заключены, они были заключены, если мы с тобой говорим про хронологию, до того момента, как Лощенов стал главой городского поселения. Почему при Калинингове, при Квардакове ты не заключал эти... Почему заключал? Не заключал, да. Я вот еще, что хотел спросить. А вот, если тоже интересует вопрос, вернуться в тот день задержания. ты честью уже сказал, что в 6.40 был звонок. Вообще, как это... Это люди, они с автоматами приходят, как они звонят? А можно не открыть дверь, они будут взламывать? Или вот как это вообще происходит? Я не знаю, я не пробовал им не открыть дверь, я им открыл дверь, и люди прошли. Я спросил, что вы хотите увидеть или получить? Они сказали, все документы, которые непосредственно связаны с детским садом. Приходил на обыск оперативник, у которого я уже был до этого на опросах. Я ему сказал, что все, что вы меня просили, я вам уже предоставил, поэтому вот мое жилище, ищите, как бы, что хотите, вот я вам выдаю документы, которые непосредственно относятся к этому детскому саду, моя финансово-хозяйственная деятельность. Ну, у меня были изъяты компьютер, телефоны, причем даже старые телефоны, сломанные какие-то, флешки, диски. То есть, я так понимаю, что люди просто, ну, как бы, зашли в жилище, взяли то, что вот им нужно было, там, или то, что они хотели, или там увидели, чтобы потом еще где-то что-то посмотреть, там, мало ли, а вдруг мы еще и здесь что-то найдем, а вдруг вот здесь что-то накопаем. Поэтому, ну, не открыть, я не знаю, я не пробовал не открыть. Как жена отреагировала вот на это? Спокойно. В 6.40, спокойно, да? То есть, как будто вы утверждали, что это может произойти, да, я так понимаю? Ну, а как по-другому? Ну, как бы биться головой об стену, что ли, выгонять или звонить там в полицию, ой, ой, полиция, к нам тут полиция пришла с обыском. Ну, пришли, пришли представители закона, пожалуйста, если бы мне было за что-то страшно, или если бы я чувствовал за собой какой-то грех, естественно, я бы, наверное, там весь, с меня там 7 потов сошло, там, и я бы, ну, суетился. А здесь, пожалуйста, все. Причем, еще раз повторю, что обыск-то был не только в квартире, где я проживаю. Потом мы спустились вниз, мы обыскали мою машину, потом мы поехали по адресу юридической регистрации, как бы, моей фирмы, там все обыскали. Потом мы поехали в один офис на Октябрьской, потом мы поехали на Советскую в офис. И апофеозом всего это стал обыск рабочего кабинета моей супруги. А ребята, оперативники, они как бы так вот без ухмылки, как они серьезно себя вели, они понимали, что они делают? Или у них просто такая задача была? Какой-то можешь... что они выполняли свою работу. Читайте, смотрите и комментируйте воскресенск.ру Кто из-за что тебя сжег машину? Ха, провокационный вопрос. На этот вопрос я ответил следователю, которая вела мое дело. И в материалах следствия есть фамилия человека, который я считаю, что именно он сжег мне машину. Сейчас ты его назвать не можешь? Не буду. Понятно. Кто позвонил сам первый после освобождения на твой мобильный телефон, который вот включился? Или, может, на жены телефон позвонили? Слушай, я не помню. Было столько звонков. Реально, я не помню, кто позвонил. Ну, звонков было море. Я честно, я не помню, кто. Зачем ты поперся к Рудакову? Какие у тебя с ним отношения? Вы же с ним, ты же говорил, что это вообще, я уже забыл, эти Холкин и Рудаков, это все одно. Вот что ты с ним сейчас дружишь? Во-первых, он хороший человек. Это раз. Я никогда не говорил, что вот он как-то сейчас такими эпитетами его наградил. Да, у меня была как бы обида и претензия к тому, что он написал в газете, когда меня только взяли, когда меня арестовали. Но надо отдать должное Сергею, никаких обвинений в той статье он не написал. И вот именно отсутствие обвинения в мой адрес, а то, что он написал достаточно объективно, подтвердил тот факт, что человек порядочный. Поэтому я не поперся, а я пошел к ним в редакцию, и я им действительно благодарен за то, что они не побоялись и выпустили интервью мое и видео. Я тебе скажу больше, что после первого видео к ним было очень много заходов со стороны тех же силовиков, которые просили не выдавать в эфир то, что они сняли. Ребята, несмотря на давление, на колоссальное давление, все-таки это выложили в эфир. Что самое неудобное делать с браслетом, который ограничивает твое передвижение? Мыться. Мыться. Это ужасно, ужасно неудобно. И мне сказали, что за браслет вы отвечаете. Он стоит денег, поэтому будете мыться, обматывайте его там пленочкой, там в пакетик и еще что-то. Это самое неудобное. Шесть месяцев это было по домашнему аресту, да? Семь где-то? Семь с половиной. Все эти семь месяцев, что ты делал в доме? Ведь это же в квартире. Ой, сам усовершенствовался. Какую последнюю книгу ты прочитал? Уголовный кодекс Российской Федерации. С поправками. Поправками. Читайте, смотрите и комментируйте воскресенск.ру Я, знаешь, на самом деле, еще хотел поднять тему. Она, на самом деле, ты ее так отстранился, мне кажется, это так важно. Ты мне все время говорил, что у человека должен быть хребет, что у человека должен быть внутренний стержень. Есть внутреннее я, есть позиции. Не прогибаться. Нужно не меняться во мнениях, может быть. Я просто знаю, что у тебя была всегда позиция, что есть власть, с ними нельзя иметь каких-то там дел. Они там все плохие. И тут получается, что когда ты на контракте, ты получаешь эти деньги от администрации, у тебя сразу Чехов хороший, золотой человек. И пресс-релизов... То есть какое-то просто жополипство. Я так вот, ты меня просто извини, я вот говорю, как есть. Потом, когда вот этот начинается суд, все, он мошенник, гад, так сказать, плохой человек, так это разве вот это все не называется вот как-то вот такой политической проституцией, как-то вот, как-то можно охрепировать, где тогда твой стержень вот в этом плане, где твой хребет, когда ты сначала за наших, потом они деньги дают, они хорошие, они деньги перестали, они плохие. Вот где вот этот грань? Мне кажется, ты сейчас вот все в кучу собрал, и вот то, что ты сейчас в кучу собрал, это как бы можно разбить на несколько... Где твой стержень в этом плане? Где он? Подожди, по-другому тогда ты поставь вопрос. Почему ты мне тогда, ты мне как вот, я к тебе отношусь как к учителю, ты мне вот учил, как вот жить правильно, получается, я вижу, что это совершенно не так. Почему нет? Ну а в чем? Да вот я вижу. Где конфликт интересов, скажи мне? Вот что тебя сейчас, например, какой мой поступок или мои действия заставляют тебя усомниться в стержне, в хребте? Сначала твоя позиция, что с администрацией, с бюджетными деньгами связаться ни в коем случае нельзя. Стоп. Я так не говорил. То есть наоборот, если ты вспомнишь, я тебе говорил совсем иначе, что с властью надо работать, но надо делать так, чтобы власть работала с местными предпринимателями. Вспомни. Но когда власть работает не с местными, а делает все то для того, чтобы сюда приходили варяги, которые сделали и убежали, ищи их потом с вещей, где они, кто они, вот это плохо. Поэтому мы всегда выступали за то, и ты это подтвердишь, чтобы власть работала с местными предпринимателями, с теми, которые зарегистрированы здесь, которые вот они, сделал плохо, ему позвонил вызвал его он пришел и переделал поэтому здесь никакого конфликта нету это первый момент второй момент по поводу ты говоришь чехова да там при за лиза еще что-то да да был момент когда когда ты подлизывал был момент когда я увидел в в этом человеке того кто может что-то изменить молодой амбициозный предприниматель с опытом работы уже административная ну как бы работу да он же пришел из администрации раменского района действительно в какой-то момент я ему поверил и я увидел в нем этого человека что вот 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 именно вот этот человек изменит мое представление власти что с этим человеком можно работать что вот он во первых и своих в обиду не даст и будет за тобой горой отставить твои интересы именно мы же всегда к этому стремимся чтобы у нас не было отдельно власть отдельно там люди это все это все один единый организм и он должен работать по я не знаю там по из по известным законам поэтому да мы были с ним рядом до бы было много ситуаций когда даже после детского сада когда детский сад был сдан виталий викторович увидел что я не подвел его ровно ни в чем все что он просил и говорил сделать все было сделано все было сделано в лучшем виде после этого он привлекал меня на какие-то общественные работы просил о помощи а содействие все было сделано и эта помощь была оказана и содействие было оказано потому что я понимал что мы работаем на благо нашего города то есть у нас была цель 1 как ты говоришь мы разошлись там или то что там его обвинение в его адрес ну как тебе сказать когда человек необоснованно тебя в чем-то обвиняет как ты будешь к нему относиться когда человек пишет заявление на меня что я причинил ущерб бюджету воскресенского района и нанес репутационный ущерб местному самоуправлению как мне относиться к этому человеку у нас была с немощная ставка и мы задали ему вопрос виталий викторович вот вы написали вот ваше заявление вы написали что бричевский нанес ущерб бюджету воскресенского муниципального района скажите пожалуйста в чем выражается ущерб назовите цифру или назовите что-либо другое чтобы вы могли охарактеризовать словом ущерб то есть что бричевский украл или что он не сделал в суде и и он отговорил да он он ответил так вот я даже об этом сказал суде он в ответ промычал вот просто промычал ответил его адвокат он сказал что мы заявление написали а следствие разберется моя защита парирует друзья извините вы написали обвинение то есть вы сказали что бричевский нанес ущерб поясните пожалуйста опять же чехов молчит а его защита говорит что мы больше отвечать на эти вопросы не будем вот заявление есть пускай следствие разбирается в переводе на русский это звучит так что поди туда не знаю куда принеси то не знаю что то есть вот просто написал и тут у меня закрадывается очень плохая мысль что это заявление написал не виталий чехов что может быть он его подписал а ему его продиктовали а почему я так думаю потому что в заявлениях потерпевших того же жени макеева представители инстроя все заявления написано под копирку с одними и теми же ошибками с одними и теми же запятыми то есть у меня складывается впечатление что никто не собирался подавать никакого заявления там на уголовное преследование бричевского или кого-либо еще это нужно было для определенных лиц для определенных сил возвращаясь к чехову изменение отношения к нему еще раз повторю как я буду относиться к человеку который безосновательно после того сколько было сделано ему добра обвиняет меня в хищении бюджетных средств ну ты знаешь такое утверждение в политике нет друзей это есть такое утверждение я не говорю что это чтобы не знал что такое может быть подожди подожди а где я сказал что чехов мой друг у него я думаю что свои друзья есть и есть наверное люди которых он называет своим близкими друзьями у меня не друг да мы с ним работали но я не могу назвать его друга вот когда ты взвешивал риски за и против ты думал что риски какие риски не получить деньги арест всех карточек и вот домашний арест подожди подожди каких день не получения каких денег я за свои работы и деньги получил нет вот когда ты принимал решение идти на контракт выступать этим садиком еще там с инфекционным отделением 2 городской больницы ты думал как это можете повернуться ты вообще предполагал это ну я тебе так скажу что с садиком конечно я этого не предполагал я думаю что никто не мог предположить что вот ситуация зайдет именно вот в ту вот в тот тупик в который она сейчас зашла опять же чтобы наши зрители понимали что на сегодняшний день есть ну выражаясь по-русски спор хозяйствующих субъектов то есть организация выполнила работу до ей подписали акты выполненных работ но деньги не платят то есть акты подписаны деньги не платят это не уголовное дело это дело которое должен рассматривать арбитражный суд московской области вот и все у тебя же дочери тут живу да на университете учиться другая тут как и вообще как бы отношения они знают да что это все происходит как они теперь от мир воспринимают тем как говоришь когда не на улице видит полицейского они что про него думать что это одеть этот степа или как вот дядя степа остался в сказках дядю степу мы видели недавно на видео который бежал в туман и по словам участников бежал с украденным телефоном вот такого дяди степ мы недавно видели вот как относятся мои дети к полицейским я не знаю на эту тему мы с ними разговариваем на сегодня полиция для нас это представители власти поэтому мы обязаны подчиняться полицейскому его законным требованиям я переживал действительно как люди воспримут ту ситуацию которая со мной происходит и я действительно эти скажу честно я переживал вот как вот я думаю когда я выйду год что люди будут говорить я скажу так я у меня первые дни телефон не умолкал мне действительно люди звонили и выражали поддержку выражали поддержку говорили теплые слова никто из моих друзей от меня не отвернулся все были уверены и до сих пор уверены что я не виноват я тебе даже скажу так что я получил поддержку от тех людей от которых я даже и не думал получить вот это для меня было конечно как бы удивление и вот это было именно тем кризисом с чего мы с тобой начали что я начинал я начал переосмысливать все то что вот я делал до и надо делать дальше поэтому да как бы старшая дочь у меня в москве здесь она на выходных умница дочка учится младшие в школе все как бы хорошо и никто не чувствует никакого комплекса и не стыдится и я всегда говорил что за папу вам никогда стыдно не будет и живу и продолжаю жить так чтобы детям действительно не было стыдно понятно вот смотри воскресенск это на самом деле маленькая часть нашей огромной стороны родины от вообще вот не задумываться в головы главы смысле то что с тобой это произошло воскресенске но это же не только у нас до происходит вообще есть о мнении что что-то вот не так у нас в стране может быть все таки это с государственным устройством не так или вот с линии партии да которые вот позволяет это делать у тебя есть какие-то мысли по этому поводу вообще в глобальном смысле у тебя вопрос такой тоже странный ну вот у тебя открыт интернет да почитай посмотри сколько заводится уголовных дел и сколько у нас ситуации когда берут бывшего начальника обэпа бывшего начальника гаи бывшего налогового полицейского там или еще что то то есть эти эти новости идут изо дня в день это не носит какого-то там случайного характера это ежедневные новости значит наверное все таки что-то с вот этой пресловутой системой у нас не так что сегодня к тебе может тебя могут обвинить по надуманному уголовному делу по абсолютно надуманному и преследовать тебя я тебе больше скажу что наше следствие оказывается для того чтобы продлевать мне домашний арест представляла справки и отчеты в главное следствие управления московской области и мы с удивлением узнали что отчеты и справки которые наше следствие дает туда не отражает всей сути материалов уголовного дела и меня представляет как злодея хотя у нас на руках есть все доказательства и в материалах дела они присутствуют все доказательства моей невиновности но следствие об этом умалчивает вот как ты считаешь это частный характер нашего воскресенска или это глобальный я считаю что это глобальный характер я считаю что воскресенска это ну он ничем не выделяется он ничем не хуже и не лучше это маленькая часть вот и все у тебя было желание уехать из россии на пассажа куда-нибудь на пмж ты знаешь желание никогда такого желания не было а сейчас вот тоже мне задавали вопросы может быть уехать потому что чуть здесь изменится а давай по другому скажем вот ну я уеду вот ты уедешь да тут вообще уже из воскресенска сбежал фактически да не избежал и просто живу там где тепло вот ребята уедут а здесь что останется ну вот тут мы 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 на кого это бросим то вот на кого мы это бросим поэтому я считаю что уехать вот как говорят да что выход из из этой ситуации он простой это шереметьево возможно для кого-то да но отвечая дословно на твой вопрос что нет я не думаю и и будущее я связываю только во первых с россии с воскресенском закончим наш с тобой беседы с чем вот скажи пожалуйста как ты закончишь предложение воскресенск это многоточие для тебя что такое воскресенск и все да здесь можно жить и работать зарабатывать везде можно жить везде можно работать везде знаете что тебе машину не сожгут за твои убеждения мне сожгли машину а тебе дали по голове злодеев который тебя чуть не убили нашли нет злодеев который мне сожгли машину тоже не нашли у меня есть близкий друг которому дважды вскрывали до этих злодеев тоже не нашли и но я считаю что мы сбежать это самый простой способ вот самый простой а вот сделать так чтобы не сбегать а чтобы сюда люди приезжали чтобы дети твои связывали будущее не с москвой там не с коломны раменском или какой-то страной евросоюза а именно вот с воскресенском то наверное вот это наша задача спасибо большое за интервью так сказать это такой момент еще на самом деле сейчас очень серьезный под конец у тебя во время ареста умерла мама вот говоришь такие вопросы не сдавать не хочешь вот так сказать по поводу того я же просто сам забирал из аэропорта в сочи и возил она же была вот бодрячком она вот только там жалостям ноги но это вот такой вот уже по возрасту да ты считаешь что это событие и твои события они взаимосвязаны вообще считаю что это было совершено убийство и когда-нибудь я это докажу и стараюсь наказать виновных кто вообще это все допустил даже не дали попрощаться нормально вот по-христиански ну это возвращаясь к самому началу это показатели вот этого уголовного дела что я говорю что она заказной ангажированная да действительно когда мама скончалась в этот же день мы связали со следователем чтобы он дал разрешение выйти на похороны следователя ввел следствие подполковник полиции шустав игорь александрович он сказал что пишите мне официальный запрос я его рассмотрю и дам вам ответ а по закону он имел рассматривать его до трех суток соответственно он дал свое заключение уже после похорон и в своем ответе он написал что не выпускать это знаешь как это вот показатель человечности вот именно этого человека шустав игорь александрович он был временно исполняющим обязанности следственного отдела воскресенского мвд пусть это будет на его совести и чем он руководствовался я не знаю может быть у него родители нету и может быть он вообще сирота там голь перекатная но все последнее прям завершающие есть такое слово прекрасно но такой классно называется реабилитация вот скажи пожалуйста ты чем-то подобным сейчас вы будешь заниматься может быть подавать на выставление своего честного имени на реабилитацию вообще чтобы снесли это вообще даже уголовный вопрос чтобы даже не было в деле вот что таким будешь заниматься весь состав практически наверное весь состав как несколько матросов воскресенского мвд сейчас работает на то чтобы я никоим образом не подал на реабилитацию то есть мне сейчас пытаются не знаю там как они говорят натянуть любую статью лишь бы вот была бы статья лишь бы там баричевский не дай бог не подал на реабилитацию там или еще на что-то почему ну потому что ну не может у нас воскресенского мвд в лице полковника матроса вот так вот облажаться да 8 месяцев под домашним арестом провел человек невиновный такого не бывает поэтому я думаю что речь о реабилитации сейчас пока преждевременно спасибо большое читайте смотрите и комментируйте воскресенск точка ру